Последовательно произошло несколько событий, которые нам не оставляют сомнений в том, что власти Российской Федерации окончательно разочаровались в способности жителей этой страны прощать и забывать, и потому решили лишить возможности населения Российской Федерации знать и понимать. Сначала депутаты разрешили самим себе дорогим не подавать в публичной форме декларации о доходах и о нажитом имуществе. Причем депутат Государственной Думы Крашенинников объяснил это очень просто. Он сказал, что депутатам просто лень теперь это делать, и они не будут это делать, и нечего населению знать о том, какие доходы у депутатов и какие у них дворцы, автомобили и яхты. А потом и вовсе спикер Верхней Палаты Парламента Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко предложила приостановить действие законодательства о государственных закупках, чтобы, как она выразилась, развязать руки властям. Полагаю, будет правильным наложить мораторий, развязать руки и дать возможность эффективного, а не в спешке, быстро, некачественно, эффективного освоения выделяемых денег на развитие страны и инвестиций в экономику. Договорились. Возникает вопрос, они что связаны были до этого эти руки. Суть, собственно, этого предложения в том, чтобы теперь граждане и вообще всякие посторонние не видели, на каких условиях, как и в каком порядке проводятся государственные закупки. Мы с вами прекрасно знаем, какая тьма тьмущая нарушений, да и, собственно, преступлений в области государственных закупок творится, даже на примере нашей родной Башкирии. А теперь это уже будет совсем всеобъемлющим процессом, потому что даже маломальски сдерживающее вот это воровство и разграбление закона о государственных закупках, судя по всему, будет приостановлен. Валентина Ивановна развязывает руки властям. Решил не отставать от федеральных властей на этой неделе и спикер башкирского парламента, Константин Толкачев, который предложил, в свою очередь, существенно повысить суточные и командировочные для депутатов. Видимо, уж так они там бедствуют, что пора им добавить довольствие. Ну, в принципе, я Константина Борисовича понимаю. Ему в ближайшее время, 10 февраля, выезжать, играть на курая перед белорусскими друзьями, а суточных, видимо, на красивую жизнь не хватает. В администрации президента Российской Федерации в Москве активно обсуждается вопрос о тотальном закрытии всех представительств субъектов Федерации в Москве. При этом мотивируется это следующим образом. Во-первых, они, по мнению администрации президента, усложняют управленческую структуру, а во-вторых, обременяют бюджеты. Ну, как говорится, оказывается. Много десятилетий эти представительства прекрасно себя чувствовали в Москве. Это замечательные особняки с прекрасным автопарком, любезной обслугой, очень красивыми номерами, зимними садами и прочими-прочими прелестями. Вот эти вот собственные пансионы в Москве за государственный счет были у всех субъектов Федерации. Причем был момент, когда регионы соревновались по пышности и роскошности этих дворцов в Москве. Башкирский, кстати говоря, не самый последний. Мне доводилось там бывать. Очень милое, прекрасное заведение. Напомню, что все эти блага достаются проживающим в этих представительствах абсолютно бесплатно за бюджетный счет.